Здравствуйте. Загадочен объект Марс с его знаменитыми, так сказать, каналами. В начале 60-х годов, в общем, никто не сомневался, честно говоря, в существовании на Марсе каналов. А началось всё очень давно. Скиапарелли, это карта каналов, кстати говоря. Скиапарелли, такой вот итальянский, в общем-то говоря, астроном, который работал одно время в Петербургской обсерватории, он занимался наблюдениями Марса. И с результатов своих наблюдений он опубликовал статью, статью на итальянском языке, и в нём он использовал слово «канал». Оно также звучит и по-русски, и по-итальянски, и даже по-английски, но имеет немножко другой смысл. У нас канал, и у англичан канал, channel, это вот тот, где пароходы плавают, а рассеятельный канал, это вот такой channel. А в итальянском языке это не обязательно тот канал, который канал-строй строит. Это вот, это может быть что-то, почему жидкость течёт, да, не обязательно такое вот. Это какая-то вот щель такая. У нас тоже так иногда используется слово, это, так сказать, канал. Каналы для отвода газов, например, да, вот, вентиляционные каналы в стенках сооружения у нас есть. Вот, и сразу стал знаменит, благодаря тому, что на английский переведена была его статья, и там имелось в виду канал, и как channel, в этом смысле. Там чётко совершенно было. Вот, появилась вот такая вот слава и непонятная известность. Есть ещё один замечательный астроном, Фламарион, французский астроном. Он, надо сказать, был человек-популяризатором, большой популяризатор. И он открыл то явление, которое связывали на Марсе с сезонами, климатическими сезонами зима-лета, изменение цвета поверхности. Естественно, это связали с расцветом растительности, с её осенним увяданием. Ну, как больше, что мы к земле привыкли. Он много книг писал популярных. И причём, благодаря вот этой идее, то, что Марс обитаем, то, что каналы, это те самые channel, что канал строй марсианский построил, он издал в то время книгу, сумасшедшим совершенно тиражом, 100 тысяч экземпляров. Это и для наших-то времён капиталистических, современных 100 тысяч экземпляров, для научно-популярной книги абсолютно нереализуемый, так сказать, тираж. А в то время, пожалуйста, он его реализовал. Вот такая вот интересная слава. Кстати говоря, он был человек такой, который превращал науку в шоу. Вот замечательная такая вещь, в шоу превращать науку. Он и занимался исследованием всякими оккультными, парапсихологическими, вот разными такими. И тоже на эту тему превращал её в такую вот популярную науку. Popular Science, да, понимаете? Это вот один из создателей Popular Science. Кстати, книги Фламмариона до сих пор, ну, по крайней мере, в первой половине 20-го века были очень популярны, как научно-познавательные книги. Кстати, никто не сомневался в существовании каналов Марса. Абсолютно никто. Вы не поверите, в 60-е годы астрономы, вполне нормальные, серьёзные астрономы, писали про Марс следующие. Вот теперь у нас есть возможность наблюдать каналы Марса с помощью фототехники. Раньше это было невозможно. А теперь вот с фототехникой нам показывают, вот эти вот каналы действительно там и есть. Сейчас считают, что это была иллюзия, потому что где-то вот в середине 60-х годов, в 65-м году Марс посетили первые аппараты землян с фотокамерами и не нашли там ничего, кроме, в общем-то говоря, так сказать, мёртвой пустыни, покрытой, так сказать, кратерами, да, мелкими. И всё. И никаких линий, каналов, ничего этого не было. Куда они пропали, никто не знает. Кстати говоря, в современной прессе, посвящённой Марсу, как-то о сезонных изменениях вот этих вот цвета поверхности Марса говорят только когда рассказывают вот о Фламарионе, о тех вот далёких временах романтических, а про современные не говорят. Но, между прочим, история с Марсом так просто не кончилась. Я вам в следующий раз расскажу. Кончилось это очень большим делом. Всех благ вам, до свидания, удачи.